В Америке, в городке Хоуэлл, штат Нью-Джерси, при Русском Доме Родина, с недавнего времени существует парк русской славы. Здесь установлены бюсты выдающихся российских полководцев и писателей, глав государств и политических деятелей. Инициатор создания этого парка – председатель Совета Русского Дома Родина Александр Аркадьевич Бондарев. У нас есть четыре основные группы. В имперской аллее стоят памятники Петру Первому, Екатерине Второй, Александру Первому, Александру Второму, Александру Третьему. Но эта аллея не закончена. Там же планируется устроить часовню в память о воинах, погибших за свободу России. Вторая группа – это группа полководцев, начиная с Суворова. На мой вопрос, кем все финансируется, Бондарев назвал Михаила Леонидовича Сердюкова, руководителя компании СМИК и проекта «Аллея российской славы». Живет он в городе Кропоткин Краснодарского края, где эти памятники были изготовлены и переданы в дар Русскому Дому Родина. Михаил Леонидович, Миша, низкий тебе поклон. Русский Дом Родина взял на себя немалые расходы, потому что доставка, разбивка парка. А Русский Дом Родина где берет деньги? В общем-то, финансирование Русского Дома Родина опять же ведется сейчас за счет средств семьи Бондаревых. Я являюсь главой этой семьи. Российские официальные лица как-то помогают? К сожалению, нет. Тогда еще вопрос. Зачем вы все это делаете? Для кого? Ну, я хочу так сказать, что волны русской эмиграции, они неистекаемы. Русская эмиграция живет и, значит, будет жить, очевидно. И вот по разным данным в Америке проживает около пяти миллионов людей с русскими корнями. Вот для этого создавалось. Конечно, для памяти о наших предках и для воспитания подрастающих поколений. Мы сейчас поставили памятник Владимиру Высоцкому в середине, потому что это человек, который выходит за какие-либо группы. Вот там есть поляна, на которой мы 25 июля, в день смерти Владимира Семеновича, собираемся проводить фестиваль авторской песни, посвященной его памяти. Над Русским Домом Родина два красно-бело-голубых флага – российский и американский. Рахманинов, Солженицын, Ростропович, многие другие – это все, конечно, парк русской славы. Но и парк американской славы, которая принимала всегда изгнанников и давала им возможность жить и работать. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Рейса Чернина, Нью-Джерси.